Всем привет! С вами Элина Светимова и канал Makeup by Elyn. Если вы встречаетесь по этому видео со мной в первый раз, я являюсь профессиональным визажистом, имею стаж работы в этой области больше 17 лет, имею два обучающих центра по макияжу Бентон в Объединенных Арабских Эмиратах и в Республике Казахстан в городе Алма-Аты. Также я веду свой влог о красоте, о начинающих визажистах и в целом об этой замечательной профессии. И тема сегодня будет называться так. Как начать проводить мастер-классы визажисту, который уже имеет опыт и визажисту, который готов делиться. Все мы знаем, что у каждого визажиста есть свой путь. Кто-то любит работать в салоне, кто-то любит работать просто фрилансером, кто-то любит выполнять только креативные макияжи, ну а кто-то любит участвовать в конкурсах и побеждать. Но есть визажисты, которым и то, и другое, и все уже надоело, и они хотят проводить мастер-классы. Ведь сегодня проводить мастер-классы очень модно, и ни один ютуб-блогер сегодня не рассказывает секреты о том, как же начать проводить мастер-классы, и как тяжело и сложно входить в эту сферу. Давайте попробуем разобраться, кто может сегодня проводить мастер-классы, кто сегодня называет себя международным мастером, кто называет сегодня себя региональным мастером, и кто сегодня вообще может проводить мастер-классы, а кто нет. Итак, представим, что вы личность с хорошим ораторским мастерством, с хорошей дикцией, вы имеете очень много знаний в сфере визажа, вы понимаете, что настал момент, когда вы готовы делиться, вы знаете, что у вас за спиной огромный багаж знаний, может быть, у вас и не такой большой опыт, может быть, этот опыт даже всего 2 или 3 года, но за эти 2-3 года дали вам такой опыт, что вы готовы сегодня выходить на сцену и делиться с людьми. И я абсолютно ничего в этом не вижу плохого. Я только за то, чтобы начинающие визажисты не стояли на месте, а двигались вперед. Итак, представим, что вы все уже знаете. Ну, конечно, все знать невозможно, но какую-то часть, с которой вы готовы делиться, вы уже знаете. Как же начать свой первый мастер-класс? Как организовать весь этот процесс? И где проводить этот мастер-класс? Как собрать людей? Сколько будет стоить ваш мастер-класс? Нужно ли приносить свою косметику? И делать ли этот макияж? Делать ли этот мастер-класс с отработкой или просто теоретически? Вот куча вопросов наверняка у вас должна быть. Давайте попробуем разобраться. Сегодня мы знаем очень много звездных визажистов, которые называют себя селебрити-мейкоп-артисты, которые называют себя международными спикерами, коучерами и так далее. Меня, кстати, тоже относят отчасти в эту линию. Но я просто скромный ютуб-блогер, скромный визажист, который проводит мастер-классы по своему настроению. На сегодняшний день проведение мастер-классов для меня не является средством основного заработка, поэтому мне это не нужно. Но есть визажисты, и мы все их знаем с вами, потому что это известные визажисты, которые ставят свои мастер-классы как бы на поток. Во-первых, они делятся с людьми нужной полезной информацией, во-вторых, они зарабатывают приличную сумму денег, и это правильно. Но я должна сказать, что это очень сложно. Конечно же, я общаюсь очень со многими известными визажистами, и в наших беседах за камерой мы очень много понимаем одну вещь, что как бы все мы не улыбались, нам очень сложно проводить мастер-классы и очень сложно всегда быть в форме. Ведь мы все люди, и иногда бывает такой момент, когда ты просыпаешься утром, а у тебя просто нет настроения, а тебе нужно выходить на сцену и вести мастер-класс. Поэтому жизнь спикера, она особенная жизнь, так же, как жизнь ютуб-блогера, жизнь людей, кто работает с публикой. Итак, настал день, когда вы решили провести свой мастер-класс. С чего же нужно начинать? Конечно же, нужно взять первое, лист бумаги и ручку, и начать составлять план. На какое количество людей минимально вы хотели бы организовать этот мастер-класс? Понятное дело, что сразу у вас не получится собрать, может быть, даже 30 человек, 40, 50 и больше, а может быть, и не получится даже 20 собрать. Поэтому я советую всем начинающим, можно сказать, мастерам-спикерам, кто хочет только проводить свои мастер-классы, не замахиваться слишком далеко. И нет ничего в этом страшного, если ваш первый мастер-класс будет состоять всего из 10 человек, даже если из 5. Есть такое понятие мастер-класс, а есть по-английски воркшоп. Чем они отличаются? Мастер-класс – это когда вы просто ведете теорию, а воркшоп – это мастер-класс с отработкой. По-русски это называется просто мастер-класс с отработкой. Я, как визажист, уже опытный в плане проведения мастер-классов, сразу хотела бы дать совет. Не нужно проводить мастер-классы с отработкой больше, чем на 10-15 человек. Это действительно просто огромное количество людей, которые пытаются сделать отработку. То есть вот представьте, 15 человек делают отработку, плюс еще 15 человек приходят к модели, это 30 человек. И вам будет очень сложно порцию косметики выделить на такое огромное количество людей. То есть 15 человек – это достаточно много для практического мастер-класса. Вы никак не сможете им уделить время, тем более с учетом того, что вас снимают камеры, вас слушает публика и так далее. Поэтому я считаю, что 10 человек, 15 – это достаточно. Ну а, конечно же, те основная публика, которая приходит слушать вас, она может быть хоть и до 100 человек. Но представим, что вы придумали и разработали план на 20 человек. 20 человек, в принципе, я считаю, что для старта это нормально. Конечно же, вам нужно обязательно сделать правильную красивую картинку. Картинку можно заказать в какой-то рекламной компании, либо если вы обладаете фотошопом, вы можете сами эту картинку сделать. Очень правильно написать, мастер-класс с отработкой от Натальи какой-то, в таких-то числах, в таком-то городе. Хорошо, сделали вы эту картинку. Что дальше делать? Эту картинку нужно разместить на Инстаграм и дать на нее рекламу. Вот, как дать рекламу в Инстаграм, я думаю, вы сможете это и без меня разобраться, посмотрев, может быть, каких-то других блогеров, кто занимается постами и рекламой в Инстаграме. После этого вам нужно сделать также пост в Фейсбук, также дать рекламу в Фейсбуке. Затем вам нужно обязательно, проводя мастер-класс, у вас, конечно же, должен быть сайт. Но это однозначно, потому что, ну что за визажист без сайта, правильно? То есть люди куда-то должны, если вы учите чему-то людей, то вы должны быть примером. У вас должно быть все, и сайт, и социальные сети, и свой канал, и так далее. Я считаю, что человек, который выходит проводить мастер-класс, он должен быть примером для людей, чтобы люди были похожими на этого человека, который ведет этот мастер-класс. Ну, как бы большинство просто мечтают быть похожими на своих любимых спикеров. Своих фанатов. Вот, поэтому, представьте, если сейчас я выйду на сцену, у меня нет ни сайта, у меня нет ни портфолио, у меня ничего нет, но я вот хочу выйти и поумничать. Ну, это неправильно, да, поэтому вы должны понимать, что у вас должен быть сайт, на нем должно быть классное там портфолио. Ну, и, конечно же, нужно сделать рекламу в Google о том, что у вас будет предстоящее событие. Вот, в принципе, я думаю, что вот этих трех позиций для рекламы достаточно. Ну, и, конечно же, в Яндексе, да, еще можно, потому что русская категория, она любит пользоваться Яндексом, поэтому вы также можете дать рекламу в Яндекс. Сразу такой вопрос, сколько это стоит, а вдруг мы заплатим за рекламу, а клиенты не наберутся. Может быть и такое, здесь такой как бы момент риска, но все же все мы так поступали, все мы так начинали, поэтому, как правило, любой мастер-класс, он все равно оправдывает твои вложения, ваше вложение. Вот, представим, что сегодня уже все, у вас идет реклама в четырех социальных сетях, то есть Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, пускай это будет Google, Яндекс, ну, то есть где вы посчитаете нужно. Дальше. Запустили рекламу, естественно, вы всегда на связи, клиенты начинают вам звонить, вы им даете, не просто даете информацию, вы им очень правильно продаете информацию. Вы продавая эту информацию по телефону, а самой себе, должны очень визуально так вот клиента уже посадить прямо в кресло на мастер-классы, чтобы он уже сидел и вас слушал. Это задача, конечно же, вас самих, и я советую на начальном этапе отвечать на звонки самому мастеру, то есть самому человеку, кто проводит свой мастер-класс, потому что если вы доверите это дело администраторам, вы, конечно, покажете себя с крутой стороны, но вы не прочувствуете тех вопросов, которые будут задавать вам ваши клиенты, то есть те люди, которые собираются прийти к вам на мастер-класс. Ну и, соответственно, у вас должен быть счет, куда должны производиться оплаты, либо это может быть какое-то определенное место, салон, я не знаю, ну, то есть какое-то место регистрации, когда люди будут приходить и производить оплату наличкой. Я, например, на сегодняшний день, вот все мои ученики знают, и все, кто приходят ко мне на мастер-классы, я никогда не беру деньги наличкой. У меня есть строгое золотой правило. Есть счет, есть карты, пожалуйста, платите. Во-первых, это удобно, во-вторых, ты не вступаешь в какой-то конфликт между человеком, если он хочет сделать возврат или что-то такое, то есть это его гарантия, оплата на банк и так далее. Поэтому представим, что у вас уже все есть, вы уже запустили рекламу, дальше вам нужно, конечно же, точнее, заранее договориться с какой-то, может быть, я не знаю, салоном, с комнатой какой-то, где будет проходить этот мастер-класс. Как правило, мастер-классы, конечно, очень интересно и престижно проводить в отелях, но в отелях очень дорого, поэтому для начала вы можете просто взять в аренду комнату не меньше 80 квадратов и провести в ней этот мастер-класс. Естественно, у вас должно быть свое оборудование, как кольцо, так и боковой свет, фотоаппараты и все-все-все, что понадобится вам для создания вашего имиджа. Это же косметика и, как правило, эта косметика должна быть хорошая. То есть вы должны быть полностью подготовленными. Дальше. Обязательно, я считаю, нужно давать какие-то подарочки на свои мастер-классы. Это могут быть как и блендеры, вы можете напечатать какие-то тетради, выдавать ручки, визитки, листовки. То есть это все тоже должно быть подготовлено. Конечно, эта информация, наверное, скучна сейчас для тех, кто уже проводит мастер-классы, но если меня смотрят те, кто уже проводит мастер-классы, представьте себя в самом начале, когда вы только собирались проводить мастер-классы и как вы тоже не знали во всем об этом. Поэтому эти все слова, они идут как раз-таки для новичков, которые только вступают на путь мастер-класса. Ну и, конечно, обязательно нужно пригласить компанию, которая будет делать съемку. То есть даже мой самый первый, мой самый скромный мастер-класс, который был на 30 человек, я приглашала оператора, приглашала фотографа, старалась находить недорогих операторов, недорогих фотографов, которые просто это все снимали. Если вы хотите, чтобы по вас смонтировали ролик, это дополнительные затраты. Сразу скажу, что если вы собираетесь вот сразу прям взять, провести мастер-классы, заработать денег, я бы на вашем месте на это не настраивалась. Потому что если вы хотите проводить мастер-классы и дальше в будущем зарабатывать на этом деньги, то все-таки вам нужно, наверное, вначале показать, ну то есть ваш профессионализм, показать, что вы уже проводите мастер-классы. Поэтому я думаю, что первые, наверное, полгода это все-таки работа на имидж, когда вы особо ничего не зарабатываете, а создавая этими мастер-классами, делаете себе славу и становитесь популярной. Мой путь немножко был другой, потому что я стала проводить мастер-классы уже будучи, ну в какой-то степени известной, поэтому с первого мастер-класса я сразу зарабатывала уже деньги. Вот, кто зарабатывает как? По-разному. Кто-то зарабатывает и 500 долларов, кто-то зарабатывает тысячу больше, а кто-то зарабатывает и по 45 тысяч долларов и по 50. Я думаю, не будем об этом говорить, мы все знаем этого человека. Вот, поэтому все зависит от вас. И, конечно же, когда уже начинается сам мастер-класс, нужно не забыть о том, что у вас должен быть какой-то либо билборд, либо какой-то стенд-паучок, где у вас есть реклама. Ну и, конечно, на свой мастер-класс нужно пригласить какую-то компанию, которая будет продавать косметику, если у вас нет своей косметики. Соответственно, если вы дружите с какими-то брендами, вы продаете по розничной цене, а процент скидки вы забираете, естественно, себе. Дальше. Касательно всяких петличек, микрофонов, об этом вам должен сказать тот человек, режиссер, который будет вас снимать. И для этого вы можете взять в аренду оборудование полностью касательно света, а можете его купить сами. Я мастер-классы свои провожу полностью со своим оборудованием. У меня абсолютно все есть, и для этого я тоже заранее подготавливалась и вкладывала достаточно большие деньги. Проводя мастер-класс, конечно же, нужно понимать и четко распланировать, на сколько часов должен быть этот мастер-класс, в какое время у вас будет кофе-брейк. И, конечно же, локация этого мастер-класса должна быть удобной, чтобы люди могли и припарковаться, если кто-то на машинах, и кто-то курит, возможно, выйти покурить и так далее. В основном, основные часы проведения мастер-классов, я работаю в часы с 12 до 6. Я считаю, что это хорошее время, когда девочки могут утром выспаться, сделать свежий макияж и к 12 часам дня прийти на мастер-класс. Есть еще одна заметка. Нежелательно делать мастер-классы на выходные дни, потому что в основном приходят на мастер-классы визажисты. А мы с вами знаем, что у визажистов выходные дни есть в основном всегда клиенты. Поэтому делайте свой мастер-класс в среде недели, примерно с 12 до 6. Это лично мои наблюдения и лично мои советы. Это не значит, что все так делают. Так делаю я. Поэтому я с вами делюсь своим опытом. Проводить мастер-класс на самом деле это большой стресс. Особенно поначалу, потому что когда вы выходите на публику, и если вы еще боитесь публики, конечно, у вас начинают и руки порой трястись, и ноги трястись. В первый мой мастер-класс у меня именно так и было. И это тяжело. Это большой стресс для организма, большой стресс для вашей психики. И может быть 2 или 3 дня вы просто будете потом отходить от этого мастер-класса. Но то чувство, которое делает вас популярным, то чувство, которое автоматически делает вас известным человеком, оно все перекрывает. И поэтому через 2-3 дня вы снова в форме. Если вы видите, что звездные визажисты проводят мастер-классы в турне, уезжают по месяцу и по 2, поверьте, эти люди просто работают. Им очень тяжело. И я общалась с этими людьми совершенно вот совсем недавно. Им очень тяжело. И все, что вы видите на сцене, это все работа. Конечно, они также устают, они стрессуют очень много. И перемена климата, перемена времени, разный менталитет, разные нации. Это очень сложно. Поэтому если вы думаете, что вы сейчас сидите в салферных креслах и даже смотрите мое видео, и так все просто вот сейчас выглядит, на самом деле все выглядит непросто. Для того, чтобы даже снять просто вот наш с вами диалог, сегодня мне понадобилось 2 часа. Час накраситься, час выстроить свет, все подготовить, натянуть фон, который сзади меня, выставить камеру и так далее. Сделать какие-то проверочные моменты, и это все очень сложно. Вообще быть публичной личностью, это очень сложно. Быть блогером, это нелегко. А если вы еще и монтируете сами свои ролики, то это вдвойне сложнее. Поэтому дальше, проводя мастер-класс, вы должны понимать, что у вас обязательно все должно быть под рукой. Нужно все очень хорошо подготовить, косметику, красивую модель. Обратите внимание, что большинство мастеров, которые ведут свой мастер-класс, они приглашают очень красивых моделей. Это легко работать с хорошей кожей, работать с идеальным лицом, с идеальными пропорциями, с идеальными бровями, губами, носом и так далее. Поэтому действительно это тяжело. Я советую вам тоже выбирать красивую модель, потому что если публики много, людей много, и вам нужно стоять же практически боком, красить человека, чтобы и камера снимала, чтобы люди видели и так далее. Ну что еще посоветовать? Могу посоветовать еще один очень важный момент. Может быть, такой момент, который, может быть, вам поможет. Если вдруг получилось так, что вы вложили много денег, а клиенты не пришли, ничего страшного, не расстраивайтесь. Пускай вы уйдете сегодня в минус, завтра в минус, но в какой-то день вы обязательно придете в плюс. И когда-то у меня были такие моменты, я не буду этого скрывать. На начальном этапе мне хотелось тоже показать, что у меня много людей, показать свою славу и так далее. Но этого все хотят, поэтому давайте не будем делать из себя каких-то таких вот прям правильных визажистов. Поэтому вы можете пригласить своих друзей. Почему нет? 10 человек я всегда приглашаю бесплатно. Это мои друзья, мои знакомые. Мне же приятно, что они являются моей поддержкой. И также мне приятно, что они создают основной объем вашего мастер-класса. Это лишь такие небольшие вам заметочки для того, как начать проводить свой мастер-класс. Ну и, конечно, в первую очередь, может быть, настанет такой момент минусный, я его так называю, момент в минус, когда вы проведете свой мастер-класс и просто с вами будет неинтересно. Человеку может быть, публике может быть с вами неинтересно, если вы не качаете энергетику, если у вас нет харизмы, если вы просто скучны, если вы не уверены в своих знаниях. Поэтому если вот вы такой человек, лучше не начинайте. Если вы не готовы сегодня вот просто светить, гореть, я не знаю, делиться, лучше не начинайте. Потому что человек, который выходит на сцену, он должен быть не просто умным, он должен действительно иметь опыт. И мне всегда смешно, когда я вижу начинающих спикеров, которые ведут разговоры умные о бизнесе, и они вроде ведут их правильно, но у них нет ни бизнеса, элементарно даже ни сайта, ни мобильной версии на сайте. Ну, то есть ничего. Как можно слушать такого спикера? Как я сейчас выйду на сцену, допустим, представим, что у меня ничего нет и буду вот умничать? Ну, это же просто смешно. Поэтому, выходя на сцену, у вас за спиной должен быть огромный опыт. Поэтому я с гордостью провожу сегодня свои мастер-классы, потому что мне есть что сказать. У меня есть школа в Эмиратах, Бентон. Я открыла филиал здесь, в Казахстане. Я понимаю об этом. Я веду свой влог на канале, на который пускай пока всего 16 тысяч подписчиков. Но это тоже опыт. Я знаю, что такое издавать свою косметику, потому что я была у истоков создания своего бренда. Поэтому вот когда есть люди, которые уже готовы чем-то делиться, им даже думать не нужно, что им говорить. Мы выходим на сцену, и у нас просто это все льется. Если вы сегодня такой, если вы чувствуете, что готовы, пожалуйста, не нужно сидеть дома и лениться. Вставайте и начинайте. Есть еще один вам такой небольшой совет, который бы я хотела дать. Вы можете прийти в какой-то косметический бренд и сказать, я бы хотела провести мастер-класс. Это бесплатно, не нужно мне ничего оплатить. Я просто хочу собрать публику, хочу попробовать работать на вашей косметике. Давайте как-то сделаем какой-то праздник. Косметические компании очень положительно относятся к таким предложениям. И я думаю, что они не должны вам отказать. Но не забудьте одно. Когда вы идете в эту компанию, если вам один раз откажут, значит есть причина, почему вам отказали. Может быть вы еще недостаточно известны. А может быть у вас просто нет хорошего контента, нет хороших видео, нет хорошего портфолио, сайта, социальных сетей. И в принципе, может быть вы не очень интересно накрашены. Поэтому будьте всегда яркими, будьте всегда красивыми. И кто бы что мне не говорил, что я ярко крашусь, я знаю, что я выгляжу как визажист. И пускай в свои 40 лет я выгляжу ярко. Но зато это чувствуется, что я мейкапер, что я человек, у которого имеется опыт, что я могу говорить, я могу делиться и так далее. Поэтому вот такие небольшие советы сегодня я хотела дать для тех, кто только вступает в ту деятельность на проведение мастер-классов. И будьте готовы, что это очень сложный путь. Это очень сложный путь, и его выдерживают только самые-самые сильные. Проводя мастер-классы за границей, это вдвойне сложно, потому что это другой язык, это другой менталитет. От вас ждут чего-то такого, чего вы не знаете, что от вас ждут. Я проводила недавно мастер-класс в Эмиратах. У меня было сколько там, около 40, наверное, 50 человек. И каждый ждал от меня чего-то. И я просто не понимала, кто что от меня ждет. Поэтому я просто встала, сконцентрировалась и вела ту тему, которую я подготовила. Вот, в принципе, и все. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, потому что я действительно, кроме ваших лайков, просто не смогу понять, нравится ли вам проводить время со мной или нет. А если вам не нравится проводить со мной время, если ничего полезного в этом видео не сказала, ставьте смело лайки, и я буду понимать, что мне нужно стараться быть лучше. На этом все. С вами была Элина Светимова и канал Makeup by Eileen. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok